Всем привет! Продолжаем знакомиться с интересными художниками. Сегодня хотел бы вас познакомить с картинами Карла Кара Дальмаццо. Итальянский художник, график, представитель футуризма и метафизической живописи. Данные я беру из википедии. Вот скачал картины, которые можно посмотреть. Основные этапы творчества Карла – это футуристический период, метафизический и неоклассический период. Родился он в 1881 году в Италии, изучал живопись на вечерних курсах в Академии Брера в Милане и вначале работал как художник по декорации. В 1900-х годах во время Всемирной выставки молодой художник переезжает в Париж знакомиться с современной французской живописью. Там он заинтересовался анархизмом и социализмом. Находясь в Лондоне, студировал труды Карла Маркса, Макса Штирнера и Бакунина. В 1909 году познакомился с футуристами и год спустя совместно с Руссело, Бала, Северини и Бачони подписывает манифест футуристической живописи среди картин этого периода «Похороны анархиста Галли». Осенью 1911 года Карл Кара вторично приезжает в Париж, встречается там с Пикассо, Праком, Леже, Аполлинером и другими французскими художниками, представителями авангарда. Здесь он, как и молодые французы, подпадает под влияние живописи Сезанна и пишет картины в стиле кубизма. В 1913 году выходит в свет его манифест «Живопись звуков, шумов, запах», в котором проглашается одновременность наступления восприятия какого-либо произведения искусства всеми органами – чувств, зрением, слухом и обонянием. Собственный стиль в духе метафизической живописи сформировался у Карла Кара позднее после знакомства с Жоржа де Кирка. Их первая встреча состоялась в 16-м году. Работы этого периода отмечены упрощением форм, изображением манекенообразных фигур, нередко они без лица или апокалиптическими сюжетами. В конце 20-х годов 20-го столетия Карла Кара переходит к более реалистической манере. В 40-е годы он создает серию графических иллюстраций к Дон Кихоту и Одиссеи. Принимает участие в выставках современного искусства «Документы» в Касселе, Германия. Кара – автор нескольких исследований об искусстве, в том числе о творчестве Джота. В 1919 году Карло Кара женился на Инесс Миноэ. В них родился единственный сын Массима. Он выставляется на многочисленных выставках группы «Новиченто», продвигаемых Маргаритой Сарфатти. Маргарита Сарфатти – это писательница, художественная критикой, возлюбленная Бенито Муссолини. Ее называют еврейской матерью итальянского фашизма. За границей Кара стали почитать величайшим выразителем магического реализма. В дальнейшем его стиль не претерпел существенных изменений. В 30-е годы Карло Кара под влиянием политических и эстетических идей фашизма вернулся к неоклассической манере и сюжетам, создав большое количество пейзажей. В течение 16 лет, с 1922 по 1938 год, Кара был искусствоведом в штате газеты «Миланец». В 1936 он написал три панно для павильона в мраморной промышленности на 6-й триенале в Милане. В результате поисков вариантов пространственной и пластической живописи в 1939 году появилось большое панно из истории юстиции для дворца правосудия в Милане. В 40-е годы Карло Кара жил, работал, преподавал в Милане. В 1941 ему присваивают звание профессора живописи и назначают преподавателем в Академию Брера. В 1942 году в музее Пинокотека Брера с успехом проходит его персональная выставка, на котором выставил 114 своих работ. Умер Карло Кара Дальмаццо в 1966 году в возрасте 85 лет. Кстати, и у картины неплохо продавались. Ну вот все, так вкратце, что я нашел о итальянском художнике, графике, представителе футуризма и метафизической живописи Карло Кара Дальмаццо. Все, всем пока, всем привет, до свидания, посмотрим картины. Пока-пока.